МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Максим Попов. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Временное решение. Олег Николаев посетил пункт временной передержки для бездомных животных в Кугесе. Эпидемиологическая ситуация. Риск распространения коронавирусной инфекции вновь увеличился. По страницам памяти в Республике прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». Из окна многоэтажного дома на проспекте Мира выпал 5-летний ребенок. Инцидент произошел 15 апреля примерно в 20.40. К счастью, малыш не погиб. Его спас прохожие, успевшие подставить руки. Прибывшие медики госпитализировали мальчика в реанимацию и уже сегодня его перевели в обычную палату. Врачи оценивают состояние здоровья как средней тяжести. На момент ЧП малолетние дети находились в запертой квартире одни. Попасть внутрь сотрудники полиции и МЧС смогли, применив специальное оборудование. Кроме выпавшего 5-летнего ребенка, в квартире находился 4-летний мальчик, которого принято решение поместить в детскую больницу, так как он был оставлен матерью в социально опасном положении. Временно исполняющий обязанности министр внутренних дел Почувашии Алексей Веселовский дал поручение провести тщательную проверку обстоятельств случившегося, условий, в которых содержались дети. В отношении матери несовершеннолетних, оставившей их дома одних, составлен протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Как сказал в телефонном разговоре Вениамин Егоров, спасший мальчик, он не совершил ничего особенного. Мужчина отказался от интервью и просит родителей не оставлять малолетних детей, одних без присмотра. С приходом солнечной и теплой погоды люди вышли из домов и квартир. После самоизоляции так хочется подышать свежим воздухом. Но риск распространения коронавирусной инфекции вновь увеличился. Об этом говорили на заседании оперативного штаба. Заболеваемость коронавирусом в Чувашии увеличивается в последние три дня. За минувшие сутки инфекция подтверждена у 47 человек. Буквально на днях были прекращены полеты авиасообщения с такими странами, как Турция и Танзания. И прекрасно мы с вами понимаем, что это связано прежде всего с тем, что в этих странах на сегодняшний день ситуация, связанная с новой коронавирусной инфекцией, очень и очень сложная. И с другой стороны, в этих странах находятся тысячи наших сограждан на отдыхе. И количество заболеваний, именно возвращающихся из этих стран, занимает существенную долю тех людей, которые нам дают прибавку новых случаев фиксации заболеваний новой коронавирусной инфекции. Так что ограничительные меры сохраняются. Контроль за пребывающими в республику людьми, соблюдение масочного режима и дезинфекция общественных пространств. С 15 апреля всем гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации, любым видом транспорта, необходимо заполнение анкеты на единый порталь госуслуг. И в течение трех календарных дней размещение результатов лабораторных исследований на данном портале. И до получения результатов соблюдать режим изоляции по месту жительства. Ранее указанная норма казалась только прибывающей к воздушным транспорту. Темпы вакцинации от коронавируса в республике будут наращивать. На данный момент привились более 55 тысяч человек. Резерв вакцины сформирован. В этом месяце ожидается поставка еще более 10 тысяч доз. Евразийский банк развития готов поддерживать инвестпроекты в Чувашии. Об этом не только шла речь на рабочей встрече главы Чувашии с директором по промышленности банка Сергеем Игнатовым и генеральным директором группы Оргсинтез, председателем совета директоров Кемпрома Ярославом Кузнецовым. Сейчас банк поддерживает проект по строительству нового производства перекиси водорода в Новочебоксарске. На следующей неделе начинается поставка основного технологического оборудования, в том числе установки получения водорода. В перспективе в Новочебоксарске планируют открыть производство биоразлагаемого пластика. Сырьем для нового производства может являться пшеница, выращенная в регионе. Очевидно, мы уже с прошлого года начали достаточно много работать, чтобы создать благоприятные условия для такой инвестиционной деятельности. Сейчас мы работаем в Новочебоксарске по созданию особой экономической взаимности, чтобы все такие инвестиционные проекты, они получили, конечно, максимальную поддержку с точки зрения налогового сопровождения. Сергей Игнатов отметил готовность банка рассмотреть финансовые инструменты поддержки и других инвестиционных проектов на территории Чуваши. С начала года в республике зарегистрировано более 350 пожаров, в результате которых погибли 43 человека. Весной, когда повсеместно сухая трава, опасность пожаров увеличивается в разы. И хотя по закону полить ее нельзя, жители все же делают. Это абсолютно не думая о том, что огонь легко перекидывается на ближайшее строение. Предварительный материальный ущерб от возгораний составил свыше 8 миллионов рублей. По данным специалистов, каждый четвертый пожар в республике возникает из опала сухой травы и мусора. Такие возгорания практически неконтролируемые, могут перекинуться не только на лес, но и на населенные пункты. Виновники таких происшествий могут стать фигурантами уголовных дел. Олег Николаев поручил главу муниципалитета взять ситуацию под личный контроль. За прошедшие сутки зарегистрировано 19 техногенных пожаров. Погибших трое, один пострадавший. Напомним, с 25 апреля в республике начнет действовать особый противопожарный режим. В это время запрещается разводить костры, пользоваться перед техникой в лесах, сжигать мусор и сухую траву. Нарушителям грозят повышенные штрафы. Для собственников земельных участков тоже действуют новые требования. Необходимо своевременно убирать мусор и сухостой, а также скашивать траву на своей территории. Сегодня в 7 утра в деревне Караева Красноармейского района упала водонапорная башня. Она была установлена в ноябре прошлого года по республиканской программе. Без воды остались около 200 жителей деревни. Падение произошло в связи с тем, что работы были выполнены, во-первых, неблагоприятные погодные условия, это в ноябре завершались работы по установке башни. И, соответственно, некачественно были выполнены подрядные организации работы по креплению данной башни, в том числе установка растяжек, мерзлый грунт и так далее. Чтобы оперативно восстановить водоснабжение, принято решение установить старую конструкцию. К счастью, она в рабочем состоянии и не была разобрана. Подрядчик обещал приобрести новую башню. После прихода новой водонапорной башни она будет установлена подрядной организацией, которая выполняла эти работы. Необходимо отметить, что на эти цели дополнительных средств из бюджета выделяться не будет. Соответственно, они будут выполняться в рамках гарантийных обязательств, которые на себя взяла подрядная организация. В рамках того законченного договора срок гарантийных обязательств составляет три года. Соответственно, все, что может выйти из строя в этот период, подрядчик обязан за свой счет эти недочеты устранить. В прошлом году на ремонт 189 водонапорных башен было направлено 170 миллионов рублей. В этом также выделили средства и муниципалитеты уже заключают контракты на выполнение ремонта. По словам заместителя министра Владимира Максимова, правительство республики усилит контроль, чтобы такие случаи не повторились. В Чубаксарах 17 апреля по 9 мая пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Весна 2021. Местные производители, владельцы крестьянско-фермерских хозяйств, личных подворий смогут представить свою продукцию на четырех площадках. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Ярмарки будут работать по выходным с 8 утра до 17 часов вечера. Уже известны их адреса. Это торговые комплексы Юго-Западный, Николаевский, парк Амазония и территория рынка Шубашкар. Чубаксарцы и гости столицы смогут приобрести семенной картофель, рассаду, семена, саженцы с гарантией качества. Для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями здоровья будут организованы бесплатные доставки на дом. На ярмарках и рынках продукция стоит много дешевле, чем в сетевых магазинах. Например, если про картофель, сегодня на 43% дешевле на рынках и ярмарках. Ну и на 20-30% каждый вид продукции дешевле. Отлов, стерилизация, вакцинация, возврат. По такому принципу выстраивают сегодня работы приюта для содержания бездомных животных. Действующий федеральный закон требует гуманного отношения к животным. В республике работа в этом направлении уже ведется. Глава республики Олег Николаев в рамках рабочей поездки в Чебоксарский район ознакомился со строительством пункта временной передержки бездомных животных. Он расположится на базе госветслужбы Чувашия в Кугесях. Десять дней карантина, затем лечение, стерилизация, прививка от бешенства, послеоперационный и революционный период и другие ветеринарные мероприятия. Собаки будут пережидать здесь. Временным убежищем станет центр на базе Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных. Кроме него будут и другие, постоянно действующие. К вопросу ответственного обращения с животными, в связи с вступлением силы этого закона, существует острая нехватка приютов для животных без владельцев. По городу Чебоксара готовится проектно-осменная документация. К концу мая должна быть уже пройти экспертизу. По городу Шумерля подготовлен земельный участок администрации города Шумерля. И ведутся расчеты по подготовке проектно-осменной документации. С начала года участились случаи нападения бродячих собак. Обеспечение безопасности людей – вторая причина, по которой строительство приютов необходимо ускорить. Подготовить эти помещения для организации лечебного кабинета, операционной, послеоперационного содержания, содержания, а также карантинное помещение, ну и также вольеры для содержания животных в период нахождения в приюте. Сейчас вместимость приюта обеспечена на 15 голов. При финансировании из бюджета планируем довести вместимость общую до 150 голов. Работа в этом направлении должна быть системной и последовательной, отметил руководитель региона. Временный приют будет принимать собак до того, как введут в эксплуатацию постоянно действующие. Работы по строительству начаты еще в прошлом году, но для их завершения потребуется еще 8 миллионов рублей. Очевидно, это достаточно сложная работа. Эту работу должны организовать муниципалитеты. И для такой работы у муниципалитетов, конечно же, нет ни денег, ни возможностей. Поэтому нами было принято решение организовать несколько межрайонных центров в переодержке животных. Конечно же, мы эту работу в кратчайшие сроки реализуем и на это выделим в ближайшее время 8 миллионов рублей, которые необходимы для завершения работы. Специалисты рассчитали, что получить лечение и стерилизацию с последующим чипированием во временном приюте могут более 3 тысяч животных в год. Именно такое количество четвероногих в Чебоксарском районе считаются бездомными. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов. Республика. В Чувашии проходит межрегиональный музейный форум. В республику приехали краеведы, историки, хранители. Многие из них входят в Совет музеев Приволжского федерального округа, единственного в России окружного объединения музейных сотрудников. В составе объединения более 70 музеев, работающих на территории ПФО, инициатором сотрудничества выступил коллектив Ульяновского областного краеведческого музея. И вот уже 6 лет подряд научные сотрудники встречаются в одном из регионов, чтобы обсудить актуальные задачи музейной отрасли. По вот большой, да, 100-летия Чувашского национального музея, кроме торжественной и такой вот общественной части, предусмотрена большая деловая программа, поскольку к нам приехали еще спикеры из ведущих федеральных музеев. Они приведут здесь огромное количество таких площадок, которые затрагивают актуальные вопросы музейного дела на сегодняшний день. Очень важным вопросом, одним из важных является площадка, которая посвящена новым, введенным в этом году правилам учета и хранения музейных предметов. В республике прошла всероссийская акция «Ночь в архиве». В этом году она была посвящена трудовому подвигу строителей сурского и казанского оборонительных рубежей. Архивы в завершении рабочего дня пустеют. Специалисты спешат завершить свои дела, уходят посетители. Но в этот раз жизнь только началась. Пригласив в гости жителей республики, сотрудники постарались подготовить им интересную программу. В Государственном архиве современной истории давали мастер-класс по реставрации архивных документов. Открыла свои двери хранилище святая святых, где собраны бесценные для истории документы. Это великолепная возможность для каждого жителя республики ознакомиться с нашими фондами, с нашими архивами. Мы, кроме того, посмотрели, как работают наши сотрудники в архивах. Это ювелирная такая работа по восстановлению документов, по подшипке этих документов. И достойно уважения это труд. Государственный исторический архив Чуваши представил гостям архивные документы о героях Великой Отечественной войны. А Госкиностудия Чувашкино показала отрывки художественного фильма о подвиге женщин-строителей сурского рубежа. Мы подготовили фрагменты фильма, которые мы сейчас снимаем уже на протяжении более чем полугода. Сюда не стопит нога врага. Фильм будет сниматься, вернее, снимается и будет представлен зрителю на чувашском языке. Мы пригласили для выступления участников съемок этого фильма. Фильм, я думаю, что удастся, премьеру проведем в мае месяце. Подобные акции помогают жителям Чуваши больше узнать об истории своего народа и посмотреть на работу архивистов изнутри. Ольга Семенова, Алексей Зотиков, Павел Рядков, Республика. Студенческая весна 2021, выходи из онлайн. Под таким девизом прошел галоконцерт в фестивале. Студенческая весна в ЧГУ – фестиваль с более чем 50-летней историей, причем непрерывной. В прошлом году из-за непростой эпидемиологической ситуации пришлось перейти в онлайн-формат. Но этот год снова порадовал зрителей ярким концертом. Все необходимые санитарные нормы были соблюдены. В программу вошли лучшие номера факультетов. По итоговому решению жюри, третьими или бронзовыми победителями фестиваля стала команда «Ф3». Серебро взяла команда экономического факультета. Этот галоконцерт мы подготовили танец, ну, довольно старый танец уже со студ весны, но мы его хорошо переделали и усилили, как нам кажется. Мы очень плотно готовились и очень много готовились. Победителями стали техи. Все команды показали высокий профессионализм. Молодые, талантливые и целеустремленные. Студенты Чувашии традиционно сделали праздник запоминающимся. С тут весна 2021 проходила под несколькими девизами. Конечно же, это год науки и технологий, наш профессиональный год. Это год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. И, конечно, год 60-летия полета, первого полета человека в космос, каковым стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Вот эти три девиза команды по-разному старались вплести в сюжет своих концертов. Я думаю, что это получилось неплохо. Всего в фестивале в этом году приняли участие более тысячи студентов. Среди них немало обладателей специальных призов и различных номинаций. Ульяна Пятакова, Юлия Адюкова, Андрей Шоклев. Республика. Это главные новости пятницы 16 апреля. Хороших вам выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова